МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Программа «Дефакто» продолжает эфир телеканала «Беларусь-4». О событиях в мире криминала и происшествия Гомельской области расскажут наши корреспонденты и я, Руслан Габрилёв. Здравствуйте! Вот главные темы выпуска. История гомельской милиции как на ладони. В Управлении внутренних дел состоялась презентация юбилейной книги. Проехал поворот. В Гомеле медики оказали помощь водителю, снесшему в парке бетонное ограждение. Ответит по закону. В отношении нетрезвого шумахера, который сбил в областном центре пешехода, возбуждено уголовное дело. А также ход судебного заседания расценили как объективный. Завершено слушание по иску Александра Семенова. «Гомельская милиция. История и современность. 1917-2017». Под обложкой с таким названием в этом году вышла книга, посвященная столетию белорусской милиции. Ее презентация состоялась в Управлении внутренних дел Гомельского облсполкома. Свою работу будущим читателем представил автор Александр Некрашевич. Для него история гомельской милиции – часть собственной жизни. Службу в ней он начал 37 лет назад. За эти годы прошел путь от милиционера патрульно-постовой службы до заместителя начальника областного управления внутренних дел. Сегодня полковник милиции в запасе. Работу над книгой начал в позапрошлом году. На 364 страницах в жанре исторического документального очерка описывает основные вехи создания, становления и развития гомельской милиции. Многие документальные сведения и фотографии, которых, кстати, около 600, опубликованы впервые. Первыми с книгой познакомились ветераны и руководство органов внутренних дел, представители городского кадетского училища и творческая интеллигенция Гомеля. Уверен, что книга будет интересна не только сотрудникам органов внутренних дел, ветеранам, но и широкому кругу читающих наших граждан, а также молодежи, возможно, и предупредив выбор их дальнейшей судьбы или своей будущей профессии. В Гомельской области увеличилось количество погибших на пожарах людей. Об этом сообщают сотрудники регионального управления МЧС. Начиная с середины прошлой недели, в регионе произошла череда возгораний. Сообщения о жертвах поступали практически ежедневно. Так, в деревне Мелешковичи Мозырьского района на пожаре погибли сразу двое жителей этого населенного пункта. Когда спасатели прибыли на место происшествия, деревянный дом был полностью охвачен пламенем. 60-летнего хозяина домовладения буквально из огня вытащили соседи, а его 87-летнюю мать – сотрудники МЧС. Медицинская помощь пострадавшим уже не понадобилась. Оба отравились продуктами горения и получили несовместимые с жизнью ожоги. Причины происшествия устанавливаются. Участили случай гибели на пожарах именно людей пенсионного возраста. Причины разные абсолютно – это и нарушение эксплуатации печного отопления, и неосторожное обращение с огнем при курении. В связи с этим хотелось бы обратиться к людям, чьи родственники родители проживают в сельской местности. Обратите внимание их на обеспечение пожарной безопасности своего домовладения, установки автономного пожарного извещателя, который способен путем подачи мощного звукового сигнала предупредить человека о надвигающейся опасности, покинуть жилое помещение и сообщить спасателям. За выходные дни пожары, на которых погибли люди, произошли также в Гомеле, Будокошелевском, Реческом и Брагинском районах. Их жертвами стали пять человек. Основные причины трагедии – нарушение правил эксплуатации печного отопления и электронагревательных приборов, а также курение в нетрезвом состоянии. Поехал напрямик и снес бетонное ограждение. Сотрудники Гомельского дворцового паркового ансамбля подсчитали убытки, которые причинил водитель из Будокошелевского района. Мужчина врезался в бетонно-металлический забор комплекса, проигнорировав по непонятным причинам единственный на дороге поворот. Вот кадры с места происшествия. Фотоснимки были сделаны в ночь с воскресенья на понедельник. Водитель автомобиля марки «Альфа-Ромео», двигаясь по улице Гагарина на большой скорости, проскочил поворот на улицу Комиссарова и прямиком направился в сторону парка. Прыть Шумахера остудило бетонное ограждение, в результате столкновения с которым автомобиль получил повсеместные повреждения и повис на металлической решетке забора. Водителя вытаскивали из салона авто при помощи спецсредств МЧС. Вместе с Шумахером в иномарке находились и два пассажира. Правда, выбраться из салона раскуроченной машины они смогли самостоятельно. В итоге все трое мужчин были доставлены в больницу. Пассажиров сразу после медосмотра отпустили, а вот водитель был отправлен в стационарное отделение. Как стало известно, он управлял чужим автомобилем. Отсутствовал техосмотр. Автомобиль принадлежит жителю Минской области, то есть не на наших номерах. В управлении Следственного комитета по Гомельской области расследуется уголовное дело, связанное с наездом на пешехода. Инцидент произошел в минувшую субботу на улице Барыкина областного центра. В состоянии сильного алкогольного опьянения водитель автомобиля марки Subaru Legacy на большой скорости прямо на пешеходном переходе сбил 50-летнего мужчину. Он переходил дорогу вместе со своей женой, однако шел немного впереди и стал жертвой нетрезвого убийцы. Удар был настолько сильным, что у пострадавшего произошла травматическая ампутация ноги. Просторная улица Барыкина в Гомеле в вечернее и ночное время – своеобразный автобан для лихачей и владельцев мощных авто. И это несмотря на то, что на дороге установлен датчик фиксации скорости. Ежесуточно регистрируются сотни нарушений. А это пешеходный переход, на котором под колеса нетрезвого лихача попал гомельчанин. В тот вечер мужчина не дошел домой всего лишь несколько десятков метров. В момент дорожно-транспортного происшествия водитель, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сознательно нарушил требования правил дорожного движения, выехал на пешеходный переход, где совершил наезд на пересекавшего проезжую часть пешехода. От удара мужчину отбросило вперед на несколько десятков метров, а нетрезвый водитель остановился. Примечательно, но ДТП могло и не произойти. Как сообщили следователи, в машине находилось два человека. За 300 метров до наезда адекватный водитель остановился и уступил место за рулем нетрезвому пассажиру по его настоятельной просьбе. Водителю предъявлено обвинение, избрано мера пресечения в виде заключения по стражу. Нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека, наказывается лишением свободы на срок до 7 лет. В крови водителя находилось 3,2 промилле алкоголя. Если на простом языке, то это предкомовое состояние. Скорость, с которой двигался автомобиль, сейчас устанавливается экспертами. С места происшествия изъят видеорегистратор машины. По факту наезда возбуждено уголовное дело. Их предупреждали, с ними проводилась профилактическая работа, но результат все равно оказался плачевным. В железнорожном районе Гомеля на почве ревности совершено бытовое убийство. Погиб 40-летний мужчина. В любовном треугольнике на момент трагедии распивали спиртные напитки. Днем 20 февраля в половине второго в дежурную часть УВД поступил звонок с сообщением об убийстве мужчины в частном доме по улице 5-я иногородняя областного центра. Адрес правоохранителям был знаком. В половине дома проживает нигде не работающая 42-летняя гомельчанка, уже попадавшая в поле зрения милиции. В комнате оперативная группа обнаружила бездыханное тело мужчины, жителя города Жлобина. Буквально на днях данная компания в очередной раз попала в поле зрения правоохранительных органов. В очередной раз употребляя спиртные напитки. И несмотря на принятые меры со стороны правоохранительных органов и неоднократные сделанные замечания, официальные предупреждения, которые вносились данным гражданам, на путь, как говорится, истины и исправления они не стали, что привело к настоящим негативным последствиям. При первичном осмотре на теле в области шеи были обнаружены три колото-резаные раны. Следователи выяснили, что накануне хозяйка вместе с погибшим и еще одним мужчиной, с которым также поддерживала дружественные отношения, распивали спиртные напитки. Между гостями на почве ревности возникла ссора, и мужчина 59-го года рождения, схватив кухонный нож, нанес несколько ударов своему сопернику. На теле погибшего 40-летнего мужчины было обнаружено три колото-резаных раны, одна из которых является проникающей в грудную полость, и смерть наступила в результате массивной кровопотери. С места происшествия изъято орудие убийства и другие вещественные доказательства. По факту убийства Гомельским городским отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. В суде Центрального района Гомеля состоялось очередное заседание по иску Александра Семенова. Гомельчанин требовал получить освобождение от уплаты сборов по декрету номер 3. За ходом процесса следили наши корреспонденты. Этот иск в определенной степени можно назвать прецедентом. Во время общения с журналистами Александр Семенов неоднократно подчеркивает, это не иск против государства. Если человек, несмотря на предпринимаемые попытки, не может трудоустроиться, можно ли считать его иждивенцем? При том, что с иждивенчеством как явлением бороться необходимо. В отношении каких-то тунеядцев, я понимаю, есть милиция, есть участковые, можно их ловить под магазинами, которые нарушают именно этот порядок и куда-то их отправлять. Как это раньше было в советские времена. Я родился в советские времена, работал в советские времена. Я помню, работы было полно, тунеядцев не было. Доводы ИСА он действительно не работал, но принимал участие в финансировании государственных расходов через уплату того же сбора на дороги и налога на землю. Между тем, это дело можно было решить гораздо проще, обратившись в рабочую группу, созданную при исполкоме. Кстати, за время нахождения дела в суде, соответствующее заявление рассмотрели и в Гомельском горысполкоме и решили освободить Александра Семенова от уплаты сбора в размере 360 рублей. Кроме того, он встал на учет в Центр занятости и даже нашел место работы. Во время принятия решения суд Центрального района Гомеля учел этот нюанс. Кроме того, отмечено, что решение относительно соответствия декрета действующей Конституции не входит в компетенцию районного суда. Теперь у ИСА есть право в 10-дневный срок обратиться в областной суд. Что касается налоговой инспекции, то ее представители ход судебного заседания оценили как объективный. Я считаю, что судебное заседание прошло в нормальной деловой обстановке и решение судовое несубъективное. В Гомельской области продолжается практика выездных судебных заседаний. По мнению правоохранителей и представителей субъектов профилактики, это одна из самых эффективных мировоздействий на нарушителей и одновременно действенный способ предупреждения новых прецедентов со стороны населения, связанных с нарушением закона. Очередное выездное заседание прошло во втором отделении милиции с железнодорожного района областного центра. На слушание пригласили людей, которые находятся на контроле в милиции, неплательщиков и алименщиков, ранее имевших проблемы с законом. Решением судебной коллегии был вынесен приговор двум жителям областного центра. Один из них совершил правонарушение и уклонялся от уплаты штрафа, другой был привлечен за невыплату алиментов к общественным работам. Однако к их исполнению так и не приступил. Мужчина на протяжении двух месяцев кормил обещанием представителей органов принудительного исполнения, а в последний назначенный срок на работу все равно не вышел. Теперь мужчина отправится на принудительный отдых. Суд приговорил его к аресту. Применить в части 1-4 статьи 73 Уголовного кодекса Республики Беларусь и по совокупности приговоров путем частичного присоединения к наказанию, назначенному по настоящему приговору, неотбытой части наказания, назначенного по приговору суда железнодорожного района города Гомеля по 21 апреля 2016 года, окончательно как быть судрозтован, значит наказание в виде ареста сроком на два месяца и один день. В данном открытом выездном судебном заседании также присутствуют лица, состоящие на учете Уголовно-исполнительной инспекции за подобные нарушения, которые должны, скажем так, могли видеть, что предусмотрено, какие предусмотрены меры уголовного законодательства за уклонение от общественных работ, а также уклонение от алиментов. Сотрудники правоохранительных ведомств мы благодарим за помощь в подготовке программы и поздравляем всех представителей системы правопорядка, а также мужчин Гомельской области с 23 февраля. Берегите себя и до встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин